привет друзья вы на канале всякая разность китая я вас приветствую сегодня очередная посылка из китая с алиэкспресс и наконец-то я дождался свой заказ я заказывал на алиэкспресс видеорегистратор но не обычный видеорегистратор с тремя камерами с тремя объективами давайте смотреть посылка добиралась быстро меньше месяца она дошла вот ведь в таком пакете в принципе коробка осталась цела на коробке говорят что hd-видео записывает 4-дюймовый дисплей 170 градусов обзор в общем-то g-сенсор там все такое с этой стороны тоже самое в принципе написано и вот куча куча характеристик также указано что камера имеет 5 мегапикселей это видимо основная micro sd карточка сюда устанавливается максимум 32 гигабайта и есть встроенный аккумулятор 300 миллиампер час ну что же давайте открывать смотреть вот такая здесь еще одна коробка вот у нас наш 4 дюймовый видеорегистратор давайте сейчас комплектацию посмотрим сначала здесь у нас идет видеокамера заднего вида вот так она выглядит с подсветкой подключением с кабелями в общем-то сейчас в конце видео пойдем подключать и конечно же тестировать идет присоска для крепления на лобовое стекло и идет прикуриватель питания вот такой кабель длинный и принципе все здесь такая китайская инструкция и вся комплектация что же давайте посмотрим на вес кстати вот сейчас и его держу в руках он в принципе не тяжелый такое чувство что он пустой внутри итак по камерам первая камера вторая камера ну естественно вот третья задняя камера получается у нас это идет основная она имеет вот такие поворотные функции на левой стороне есть кнопка включения ну кнопка меню окей там перелистывать всякие функции на задняя часть видите выглядит таким образом здесь подкрепление на выход на динамике видимо или вентиляционные отверстия какие-то и кнопка reset с этой стороны больше ничего нет сверху у нас вставляется micro sd как я говорил максимально 32 гига и подключение питания и задняя камера в принципе вот и все что внешнему виду вроде претензий нету выглядит нормально дисплейчик хороший пойдемте установим и посмотрим какие у него функции как он снимает и как он вообще будет смотреться в салоне погнали что друзья вроде бы все установлено все подключено провел проводочку все подключил остался последний штришок снимаем пленочку с дисплея вот так теперь все готово включаем автоматическое включение происходит вот таким образом к сожалению сейчас солнечная погода пришлось закрыть лобовое стекло что было вам видно как я говорил в виде регистратора устанавливается micro sd карточка максимум 32 гигабайта пробовал устанавливать 64 он не видит ее 32 гигабайта отлично все увидела все работает в общем то при первом включении сразу же автоматически включается видеозапись сейчас у нас работает основная камера с помощью органов управления которые я показывал вам находится с левой стороны нажимаете кнопку стрелочка вверх вот так и можно менять видеокамеры то есть сейчас у нас показывает задняя видеокамера если вам не интересно что происходит сзади нажимаем еще раз показывают камеру салона видите эта камера салона еще раз нажимаем включается основная камера передняя и видите в правом углу в верхнем включена задняя камера если вам опять же говорю в заде не интересно интересен салон нажимаем еще раз вот таким образом и вот пожалуйста сейчас у нас на дисплее отображается передняя камера и камера салона есть режим парктроника то То есть сейчас вот включу я зажигание и включу заднюю скорость. Оп. Видите, при включении задней скорости включается вот такая шкала. То есть с задним ходом будете двигаться, будет все видно. Ну, сейчас я стою задом к забору, поэтому у нас отображается забор. При отключении задней скорости включается все в обычном режиме. Отображается здесь дата, время, месяц. Выставляете все, можно выставить. И давайте по меню пройдемся. Нажимаем кнопку M и держим несколько секунд. Вот, мы заходим в меню. Язык русский присутствует. Разрешение. Разрешение у нас идет 1080p Full HD 1920 на 1080. Есть у нас 1080p 1440 на 1080. И есть третий вариант 720p на 1280 на 720. То есть если выбрать 720p на 32 гигабайта, у вас влезет вообще, я не знаю, там неделю записи, наверное. Дальше идет у нас запись видео. Можно выбрать сколько времени будет у вас проводиться определенный ролик. То есть можно выбрать одну минуту, две минуты и три минуты. Но я всегда ставлю по максимуму. На предыдущих было пять минут, сейчас осталось только три. В общем-то можно выбрать три минуты. HDR есть, то есть высокий динамический диапазон. Более четко будет все выглядеть. Далее экспозиция. Здесь яркость можно тише и больше делать. Детектор движения есть. Далее идет запись звука. Можно включить, чтобы записывал с звуком, либо без звука. Также можно включать или выключать отметку даты. Будет у вас в видео присутствовать отметка даты, либо нет. Есть G-сенсор и режим парковки. То есть, как я вам сейчас показывал, заднюю скорость включаете, включается режим парковки. Так как это меню состоит из двух частей, чтобы перейти во вторую часть, нажимаем кратковременно кнопку M и заходим во вторую подменю. Здесь у нас также выставление даты времени, автоматическое отключение, выключение экрана. Если вам не нужно постоянно включенный экран, то он может отключаться через 3, 5, 10 минут. Звук кнопок можно отключать. То есть, слышите, при нажатии происходит такой бип, можно это выключать. Выбор языка. Большое количество языков тут, кстати. Частота мерцания. Ну, это герцы форматирования карты. Можно выбрать настройки по умолчанию. И последняя версия ПО. Можно посмотреть вашу версию ПО. Видеозапись ведется циклическая. То есть, самые старые ролики будут удаляться. И на них будут записываться новые. Честно говоря, мне регистратор уже нравится. Сейчас посмотрим, как он пишет. И, в общем-то, давайте смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.